Первоверховные апостолы Петр и Павел Призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Среди ярчайших образов, изображенных в Новом Завете Священного Писания, выделяются святые апостолы Петр и Павел. Православная Церковь чествует их как наиболее ревностных апостолов и называет Первоверховными. Петр был одним из самых близких учеников Спасителя и сопровождал его с первых дней проповедования. В самые важные минуты жизни Иисуса Христа Петр был рядом с ним. Он стал свидетелем преображения Господня. И во время молитвы в Гефсиманском саду он также был рядом с любимым учителем. Когда Спаситель спросил учеников, за кого они его принимают, именно из уст Петра прозвучало «Господи, Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живагов». Твердость веры Петра была подобна твердости камня. Поэтому Господь сказал ему «Ты, Петр, камень, и на сём камне Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её». Но не таким был поначалу апостол Павел. Воспитанный фарисеями, ревностный гонитель христиан, он без сожаления преследовал тех, кто верил в распятого Христа Спасителя. Тогда имя будущего апостола было «Савву», что означает «большой». Одним только прикосновением к его сердцу Господь превратил Саввла в своего верного друга. Когда Саввл ехал в Дамаск, чтобы преследовать христиан, ему явился Господь. «Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь». Озарённый божественным сиянием, Саввл ослеп и не способен был увидеть истину. Зрение вернулось к нему лишь через три дня во время крещения. Вместе с телесными глазами прозрела и его душа. С тех пор началось его проповедническое служение. С глубоким смирением принял он имя Павел, что в переводе означает «меньший». Его не было среди двенадцати учеников Спасителя. Он даже не знал его при жизни. Но глубокая вера и божественная благодать превратили Павла из гонителя христиан в апостола, имя которого во всем православном мире воспринимается как символ стойкости. «Был в трудах, безмерно в ранах, Более в темницах и многократно при смерти, В опасностях на реках, В опасностях от язычников и между лжебратьями, Часто в бдении, в голоде и жажде, Часто в посте, на стуже и в наготе». Так рассказывает апостол Павел о том, что ему пришлось выносить во время проповедования. Эти слова вполне можно отнести и к апостолу Петру, и ко многим другим апостолам. Последняя встреча Петра и Павла произошла в Риме накануне их страданий. Апостола Петра вели на казнь, а святого Павла – на допрос. На перекрестке городских улиц они встретились закованные в кандалы. Два великих апостола, сдерживая слезы радости, обнялись при встрече, как родные братья. Эти объятия стали священным символом единства Церкви. Мученическую смерть апостолы приняли в Риме в разные годы. Но по преданию это было в один день, в который теперь и празднуется их память. К этому празднику святая церковь готовится постом. 12 июля. Буйный расцвет природы. До осени еще далеко. Словно сами апостолы утверждают жизнь в день, когда они перешли в жизнь вечную. Приняв смерть за веру, первоверховные апостолы Петр и Павел уподобились своему божественному учителю. По этому пути за ними последовал сон святых мужей и жен, исповедников и мучеников. Своим примером они призывают нас к восхождению по ступеням святости. Призвал нас Господь к святости. Субтитры создавал DimaTorzok